Это так скромненько, скромненько, я уже все вроде видела. Да, пожалуйста, только придерживайтесь регламента, пожалуйста, что мы так убиваемся капитально. Напомните мне, пожалуйста, как вас зовут? Светлана Борисовна, Светлана Борисовна, сископическое отделение больницы полимедицинской помощи, номер один, город Воронеж. Пожалуйста, Светлана Борисовна, вам слово. Наш коллектив, нашу лечебную... Вонось, извините, учреждение слаженное, медицина оказывает медицинскую помощь пациентам как в Воронеже, так и в Воронежской области в условиях правосудочного... Ввиду того, что с 11 марта, вся в этом зная, 20-го года, ВОЗ объявил пандемию, приличная жизнь больницы, конечно же, резко поменялась. В кратчайшие сроки на базе нашей больницы нужно было фиксовать первую оборонежную скорость и ВОЗ при включении пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На слайде видно, что больница была перепрофилирована и коек, соответственно, специализирован с COVID-19, их 510 гораздо больше, чем соматических коек. В связи с новыми инфекционными условиями изменились подходы к работе скоропомощных стационаров. Осуществляла масштабная перепланировка, переоборудованы помещения больницы. Все работы признаны в максимально жадные сроки. При этом качество работы обеспечивало недопущение распространения инфекции среди как медицинского персонала, так и пациентов. На этом слайде могу сказать, что у нас работает 6 врачей и 6 медицинских сестер. В ковидной зоне работал в основной своей массе один заведующий отделением врач и я. Мы не болели, не заболели. Основная процедура, конечно, была сделана нами. В связи с изменившейся обстановкой в нашей медицинской организации был принят приказ 176 о том, чтобы была правильно организована работа в целях реализации мер по профилактике снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции. За год до пандемии коронавирусной инфекции администрации было принято решение о реконструкции эндоскопического отделения. Ждали мы этого долга. Были выделены новые площади. Поданы заявки на закупку нового оборудования. В августе 2020 года, несмотря на ни на что, ни на то, что коронавирусная инфекция бушевала, эндоскопическое отделение переместилось в ремонтированное помещение. Для каждого эндоскопического отделения для гастроскопического кабинета была предусмотрена своя эфициально-молочная. За это время было куплено новое эндоскопическое оборудование в видеостойкость с носки, с тремя астроскопами и одним полным скопом. Наконец-таки у нас в выделении появилась мощная машина Бандек на два эндоскопа. Был приобретен аллигатор для реагирования варикозных венопищеводов. Устройство для промывки эндоскопов это предварительная очистка акси. Скажу честно, очень сильным сестрам нашего отделения это понравилось. Удобно работать, быстрее, качественнее. И емкость ОДКРОНТ, это уже и так окончательно очистки. Были приобретены, как и новые шкафы для медикаментов, новые шкафы были заменены, старые были заменены, новые шкафы для хранения доскопов в астроптических условиях. Новые столы для пациентов с ядроподъемником, потому что это очень тоже удобно. Также был, приобретен потом, попозже об этом скажу, аппарат для аэрозольной дезинфекции помещения. С начала пандемии, и с сегодняшнего дня, экстренная эскопия оказывалась всем пациентам стационаром. Как в мамовой госпитализации, экстренной госпитализации, а также и пациентам, которые находились в отделениях коронавирусной инфекции COVID. На территории COVID-19 блока сначала было выделено одно помещение, на территории COVID-191. Потом во втором блоке тоже было выделено еще одно медициномочное помещение, которое было нам оснащено по возможности максимально всем необходимым. Вновь заходила СОП после выхода первых ревных рекомендаций от апреля 2020 года. Первая гастроскопия в COVID-19 блоке была проведена 1-5 мая. За период с июля 2020 года и по 1 апреля 2021 года больным с новой коронавирусной инфекцией было проведено всего 315 эндоскопических манипуляций. Из них астроскопии было 180. И остановки кровотечения инъекционным методом 7. Аппликация елеум с арбентом. Это как профилактика рецидива кровотечения. Остановка зондов для питания 19 и взятие материалной листологии 15 была дошла. Приведена холодная полипотомия. Вот гастроскопия в условиях стационарной адемии. Да, плохо у нас не было своей иммунипуляционной, поэтому мы пациентам в основном с вами сделали процедуру либо в палате, либо той манипуляционной, которая была на этажах в стадии не было много, на каждом этаже плохой, свой процедурный кабинет. В ромкохоскопии было сделано 135. Это и санкции, и интубации, и заливки внутриворхиально серванта. Вот это как раз картинка, которая показывает в том, как мы все это делаем. Каждый год мы осваиваем новые методики. Как раз тут показаны аппараты разорвенной дезинфекции, мы его называем туманом. Очень качественно, быстро, удобно, и если вдруг пациент прошел даже в нашем отделении в Нарклановой, в госпитализации, то работу остановили, быстренько продезинфицировали помещение, варкс везде есть, и продолжаем дальше работать. Каждый год мы осваиваем новые методики. В 2017 году у нас было склерозирование, в 2018-2019 на РХБГ, в 2020 году, несмотря на пандемию, мы все-таки в августе месяце делаем первое леирование варикозных ненопищеводов. Это заслуга всех сотрудников нашего отделения. Квалификация и умения медицинской сестры много зависит от работы врача. Сотрудники киноскопического отделения два, всего лишь заведующие я как старшая медсестра в актере 2020 года мы одними из первых пошли на отбивку вакцин грамм-ковид-вак. Мы живем в эпоху пандемии, которая изменила нашу жизнь. Изменилился жизненный план, отношение к анонимным вопросам, образ мысли. На переднем крае борьбы с невидимым врагом всегда в данной ситуации медицинские работники всегда готовы справиться с любой инфекцией, поглощающей нашему обществу. Задачи на будущее мы видим это безубличное упадание своих служебных обязанностей и дальнейшее совершенство выборной специальности. То есть, введение к постоянному повышению своей квалификации, углублению знаний и приобретению новых практических навыков. На 2021 год мы решили попробовать, несмотря на что, новую методику дренировали сальниковые сумки через зонюю стенку желудка и панкли нет в розе. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...